Мусульмане сегодня празднуют Ураза Байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамазан. Во всех мечетях прошли торжественные службы. Накануне состоялся общереспубликанский праздничный ифтар для всех желающих, организованный главой Карачао-Черкесии Рашидом Темрезовым. Сегодня день местного самоуправления. В мэрии Черкеска поздравили с праздником и отметили почетными грамотами труд работников этой сферы. Он представлял нашу страну на самых престижных соревнованиях мира и Европы. Ренат Саидов теперь сам тренирует будущих чемпионов. Добрый вечер. На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. Сегодня мусульмане всего мира отмечают Ураза Байрам. Дорогих земляков с праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Этот светлый праздник воплощает идеалы сострадания и добрососедства, укрепляет в людях лучшие чувства, помогает утверждению мира и благополучия в обществе. Знаменуя собой завершение священного месяца Рамазан, праздник Ураза Байрам символизирует духовное совершенствование и благочестие, которое содержит в себе глубокий общечеловеческий смысл и близки людям всех вероисповеданий. «Милосердие, доброта, забота о ближнем и сплоченность. Исторические эти качества служат основой мира и согласия в России и служат опорой для нашего народа в самые трудные времена», говорится в поздравлении главы региона. По завершении 30-дневного поста в соборной мечети Черкеска сегодня прошел коллективный намаз. Он собрал сотни верующих. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мхце. Мусульмане отмечают один из главных праздников в исламском календаре. Ураза Байрам имеет многовековую историю. Он наступает вместе с обновлением цикла небесного светила. По окончании месяца Рамазан, 30-дневного поста, верующие возвращаются к привычной жизни. Этот праздник один из двух великих праздников ислама. Подготовка к этому празднику у нас шла прежде всего месяц назад. У нас начался пост. Пост очень строгий. И духовное, и физическое очищение. Сегодня мы хорошо подготовили для этого намаза. После этого намаза мы посидим под друзьями, радуемся. Мы этот месяц постились, себя воздерживали во многом, молились ночами. И когда закончился этот месяц, с огорчением восприняли. И с одной стороны, для нас это большой праздник. К началу коллективного намаза в соборной мечети Карачаев-Черкесии огромное количество людей. Многие пришли сюда задолго до восхода солнца. Некоторые семьи представлены сразу несколькими поколениями. Праздничное богослужение провел председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исфаил Хаджи Бердиев. По окончании службы люди отправятся к своим старшим родственникам. Отметят праздник с теми, кто дорог. Сегодня надо поздравлять вначале родных, потом знакомых, близких. Потом уже посещать могилы, делать дуа умершим. Это все, что мы можем делать для них. Мы тоже придем туда, дай Аллах, чтобы их им встретили в раю. Вся эта жизнь, она очень скоротечна. Кто, когда умрет, один Аллах знает. Особой традицией у Роза Байрам является раздача милостыни, что символизирует очищение души. Помимо денег, нуждающимся помогают и продуктами питания. В то же время в светлый праздник запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, кроме приготовления пищи, а также конфликтовать, злословить и ругаться с близкими. Артур Мкце, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Накануне состоялся общереспубликанский праздничный эфтар, организованный главой Карачаева-Черкесии Рашидом Тимрезовым, по случаю окончания священного месяца Рамазан. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал верующих со всех населенных пунктов республики. Ахмат Халкечев продолжит. Разговевшись водой и финиками, как того и рекомендует Сунна, верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили джамагад намаз, который возглавил имам города Черкеска Кадзимхаджи Кадзиев. После Рамадана начинается месяц Шаваль. Весь Шаваль тоже великий месяц, джамагад. Это один из Ашкур-Хадж. То есть месяцы Хаджи есть такие месяцы. Это уже начинается Шаваль. Шаваль, Зуль-Кигда, Зуль-Хиджа, они считаются месяцами Хаджа. Начиная с завтрашнего дня, уже человек полноценно, как хадж, имеет право облачать свой храм не на умру джамагад, но хадж имеет право намерение делать и зайти с намерением хаджа в Мекку. Представитель координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтик Крачаева-Черкесии Исмаил Хаджубердев с удовлетворением отмечил, что организация таких коллективных обрядов разговения от главы региона в последние годы стала доброй традицией. Лидер мусульманской уммы поблагодарил главу республики за такое внимание к верующим. Еще Муфтик отметил важность совершения благих дел не только в священный месяц Рамазан. Очень быстро проходит этот месяц. Почему? Потому что этот месяц такой, что в начале месяца мы просили, что в этот месяц мы должны делать добро. А мусульманин должен делать добро постоянно. Также Исмаил Хаджи отметил благодарственными грамотами духовного управления Крачаевой-Черкесии имамов, находящихся на правительском поприще более 30 лет. Но от имени главы и правительства республики гостей поприветствовал первый вецепремьер Хазарчик Куев. Сила любого дямаат это в том, что это когда люди в някому мысли поддерживают друг друга. Сегодня спасибо и хочу сказать, что вокруг себя объединяет всю умную Карачаево-Черкесии. Стоит отметить, что в завершающий день сищенного поста места для коллективного разговения в республиканской столице были организованы в нескольких локациях. Ахмат Халкевичев, Олег Молхожев, Весть Карачаева-Черкесия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту убийства малолетней девочки. Напомним, громкое преступление совершено накануне в Карачаевске. Следствием установлено, что подозреваемый следил за девочкой по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил ее в свою квартиру, где и совершил убийство. Следователем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаевской Республике задерживал 16-летний местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, часть 2 ст. 105 Уголовного пола Советской Федерации в убийстве малолетней. Следствием установлено, что подозреваемый следил за ребенком по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил ее в свою квартиру, где совершил убийство. В настоящее время взволнущик задержан оперативными сотрудниками ВДП Качиев. Следователь Следственного отдела по городу, часть, проводит с ним необходимые следственные действия. Он уже дал признательные показания. Следователи, кем-то на кисте, продолжают осмотр место происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются родственники подозреваемого и свидетелей. Сегодня день местного самоуправления. Уважаемых работников и ветеранов муниципальной службы поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов. В современной России институты местного самоуправления играют важную роль. Зона их ответственности огромная, потому что именно органы местного самоуправления находятся ближе всего к людям. Больше других знают о том, что волнует и беспокоит граждан. Работники органов местного самоуправления решают различные задачи, которые требуют от них высокой квалификации. За последние годы мы наблюдаем позитивное социально-экономическое развитие городов и районов Карачаева Черкесии. Эти достижения стали возможны в том числе благодаря вам, сотрудникам органов местного самоуправления. По случаю праздника в мэрии Черкесской прошло торжественное мероприятие. С профессиональным праздником собравшихся поздравила заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. Она отметила, что именно работники местного самоуправления ближе всех к народу, благоустраивают и развивают городские территории. К ним в первую очередь идут жители со своими проблемами и вопросами. Она вручила грамоты ряду сотрудников мэрии. Далее собравшихся с профессиональным праздником поздравили депутат Народного собрания Алексей Ганшин, мэр Черкеска Алексей Баскаев и глава муниципального образования города Валерий Дедук. В своем выступлении они отметили добросовестность и инициативность коллег. Поблагодарили работников за вклад в благоустройство городской среды, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, культуры, спорта, образования и других сфер. Несомненно, роль муниципальных служащих была всегда высока. Это индикатор взаимодействия с населением, индикатор благополучия населения. Прошедший год и вызовы нового времени подтвердили тот высокий уровень и осмысленность вашей работы, которую мы увидели в течение всего прошедшего года. Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, днем местного самоуправления. Решать насущные проблемы земляков, делать это грамотно, добросовестно, проявлять инициативность, сопричастность. Все это непростой труд и большая ответственность для каждого из вас. Сегодня очень знаменательная дата для работников местного самоуправления. Очень приятно, что руководство так высоко оценило нашу работу. Поздравляю своих коллег с этим профессиональным праздником. Желаю здоровья, добра и чтобы все намеченные планы исполнялись. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите рубрику «Экономика» с Альбиной Ламковой. Альбина Ламкова Карачаево-Черкесский региональный этап всероссийской ярмарки «Трудоустройство, работа, Россия, время, возможностей» объединился искателей и работодателей из разных отраслей экономики. Мероприятие состоялось во Дворце культуры Черкеска. Гостями ярмарки стали не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы, а также выпускники, колледжи и старшеклассники. Какие из вакансий лидировали на ярмарке и на какой размер оплаты труда могут рассчитывать потенциальные кандидаты. Уже со Дворца культуры Черкеска развернулись информационные стенды. Они предназначались для старшеклассников. В них содержалась информация об учебной базе республики. Акцент был сделан по наиболее востребованным специалистам в регионе профессии. Еще до официального открытия у некоторых стендов и павильонов, где представлены крупные предприятия республики, успели вырасти очереди. Денислан Чачаев в начале жизненного пути, несмотря на свой возраст, понимает, что легких денег не бывает. Учится в лицее на электротехнике и уже хочет устроиться на работу. Готов обучаться любому делу. Мне сказали, что тут можно приобрести вакансию какую-нибудь, узнать обо всем, что-то как. Я пришел сюда, чтобы найти себе работу. Ну, по электротехнической части особенно. Я нашел вакансию. Без опыта можно. Без опыта работы 30 тысяч в месяц. Не знаю, пока что понравилось. Денислану предложили работу в Рубском горно-обогатительном комбинате. 30 тысяч рублей – это старт. Причем как в вакансиях, так и по зарплате с большими доходами. Компания занимает одно из лидирующих мест. Вакансии представлены как для проживающих постоянно в Рубском районе, так и для желающих работать вахтовым методом. Средняя заработная плата представляет от 50 до 150-160 тысяч рублей в зависимости от категории, квалификации, направления, специализации и так далее. На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей» можно было найти работу как без опыта работы, так и тем, кто имеют за плечами не один десяток лет трудового стажа. Одно из старинных предприятий «Черкесска Холодмаш» тоже принял участие в ярмарке. Планируется восстановить литейное производство. И уже нашли опытного специалиста в лице Юрия Зайчука. За его плечами 42 года работы инженера-литейщика. Работал и мастером, и технологом, и начальником смены работал в свое время. А сейчас сложно вообще найти работу? Ну, смотря что искать. И то, что предлагают сейчас зарплаты, не очень. В основном везде идет минималка. А зарплата какая? Ну, обещают от 30. Вас устраивает? Ну, пока, да. Для всех гостей была предоставлена обширная информационно-консультационная программа. Соискатели получили возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей. От имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова всех участников ярмарки приветствовала заместителя председателя правительства республики Ирина Гербекова. Она напомнила, что этот год объявлен Годом промышленности. И в этом направлении тоже была представлена информация. В ближайшее время начнет свою работу фонд поддержки ветеранов СВО. Те наши защитники Отечества, которые сегодня там находятся, которые уже вернулись, будут тоже поддержаны большой государственной программой. Они сами, их семьи. Список участников работодателей вообще был впечатляющим. Около 30 предприятий были представлены вакансии в различных отраслях экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, а также в сфере туризма и здравоохранения. Была организована зона для работы с посетителями мероприятия, вплоть до концертной программы, что обеспечило всем гостям ярмарки праздничное настроение. Предложила ряд вакансий на ярмарке предприятие «Кавказцемент». Оно давно зарекомендовало себя как надежный работодатель. Предприятие имеет почти полувековую историю. Здесь работают семьями, целыми династиями. Надежность, стабильность и выполнение всех социальных гарантий. В этом я убедилась накануне. В печи 1500 градусов впечатляет. Эффект от увиденного несомненный. Но нужно внимание и соблюдение техники и безопасности. И это не обсуждается, говорит Кемал Карабашев. Он начальник цеха помола цемента. Устроился на «Кавказцемент» слесарем-ремонтником. Через полгода перевели на другую должность. Затем шаг за шагом, видя трудолюбие, давали шанс на более ответственной работе. Он не подводил. У меня был руководитель Соколов Олег Владимирович, который, так скажем, меня отдал в Белгород на обучение технологам. Я поступил в ВУЗ. Не жалею об этом. Затучился опять лет. После чего приехал обратно. Могу реализовать все свои идеи, любые возможности. Поддержка специалистов – это часть кадровой политики холдинга «Цемрос». Он является одним из лидеров цементной одрасли России. Завод «Кавказцемент» в нашей республике входит в этот холдинг. Для мотивации сотрудников организуются масштабные курсы обучения, тренинги, стажировки, конкурсы. Действуют программы материальной помощи и поощрений, ежегодные корпоративные программы отдыха детей в летних лагерях и другие меры поддержки сотрудников. Что дает дополнительный стимул к профессиональному росту, говорит Кемал Карабашев. Идет полный соцпакет. У нас и больничные, и отпускные. У нас есть все. Есть столовая, есть дотации на питание. Комель шикарна. Есть отделение, то есть фельдшерское отделение. То есть мы приходим в любое время. Головная боль, порезы, ушибы. Ну, всякая боль, потому что это производство. Так помогают во всем. В Черкесске состоялась традиционная весенняя ярмарка. Она организована Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством промышленности, энергетики и транспорта республики по поручению главы Карачаева Черкесии. Ярмарку провели в целях обеспечения жителей качественной продукции по ценам ниже рыночных, напрямую от производителей. Алла Качиева с подробностями. Впервые сельскохозяйственная весенняя ярмарка проходит на территории торгового центра «Лента». Свою продукцию представили 120 сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа. И причем по ценам ниже рыночных на 15-20%. Ведь для многих ярмарка – это место, где с выгодой можно закупить сельскохозяйственную продукцию, для других же наоборот – продать излишки с личного подсобного хозяйства. Поехали к вам в Черкесную ярмарку и всегда рады, приезжаем каждые полгода, каждую ярмарку. Всегда хорошая торговля и доброжелательные люди. Спасибо, что проводите. А вы откуда приехали? В Кисловодск. Ага. И что у вас в ассортименте? В ассортименте рыба, свежая, копченая, вяленая и мясная продукция, тоже копченая, вяленая. В целом, ассортимент ярмарки был невероятно широк. Напрямую от производителей на ярмарку привезли мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия. Также здесь можно было купить мед, рыбу, промышленные товары, сельскохозяйственный инвентарь. Разнообразными были ряды с посадочными материалами. Семена, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Устраивает. Всё устраивает. Цены очень дешёвые. Мы вами очень довольны. Набрала всё. А что вы купили и приобрели? И сыр купила, и сметану купила, и масло купила, и халвы купила. Молочная продукция и не только представлена на ярмарке инициативной группой «За наших». Сегодня у нас молочные продукты, хычины, как всегда, и сладости, тоже приготовленные дома, руками наших активисток. Марина рассказывает, что все вырученные средства будут направлены в помощь военнослужащим в зоне СВО. Министр сельского хозяйства Карачева-Черкесия Анзур Баташев и исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта республики Мурат Гапов лично осмотрели представленную на ярмарке продукцию. Они пообщались с товаропроизводителями и убедились, что все они соблюдают низкую ценовую политику. Подойдите, пожалуйста. Ягнятину попробуйте. Министры поприветствовали и поблагодарили всех участников ярмарки от имени главы Карачева-Черкесии, по чьей инициативе и было проведено мероприятие. А самые активные участники были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Сегодня для вас открыты все двери на рынке России. Сегодня вы сможете заменить импортные товары с нашими товарами. У вас это получится. А наша задача – поддерживать вас с различными программами. Развивайтесь. Ярмарка сопровождалась выступлениями творческих коллективов республики, а также мастер-классами по выпечке и изготовлению сыра. Артисты подготовили яркую и по-настоящему праздничную программу для жителей республики. Посетивших мероприятие. Как говорится, все остались довольны. Очень приятная обстановка. Ярмарка шикарная. Продукты шикарные. Хорошие цены. Все нравится. Всего полно. Всего достаточно. Хорошо. А что вы приобрели? Не секрет. Я приобрела красную рыбу, приобрела зеленый чай, деревья. Очень нравится. Производство текстиля Корчаева Черкесии не уступает зарубежным брендам. В этом убедились участники международной выставки «Меха и кожи. Мягкое золото России». Она состоялась в Пятигорске. Пять предпринимателей из республики приняли участие в ней. Фатима Эбзеева – одна из них. Ее производство находится на пути становления. Есть успехи и проблемы. Но предприниматель не сдается. Помогает Фатиме трудолюбие. Какие планы в реализации бизнес-идеи и что дает участие в выставках? Мы сейчас узнаем. Эти шлемики очень-очень хорошо работают по зиме. Здесь представлен не весь ассортимент, скажем так. Тут, можно сказать, одна пятая того, что мы делаем. Любая работа начинается с мечты, рассказывает Фатима Эбзеева. Масштабным производством головных уборов занимается последние три года. Старается предложить потребителям сбалансированную коллекцию модной продукции, учитывая цвет и моду сезона. Несмотря на то, что у нас только наступило лето, мы уже подготовили зимнюю коллекцию. То есть, чтобы вовремя успеть сделать рассылку клиентам и получить заказы, чтобы поработать в объеме. В этом году очень хорошо работает цвет зеленое яблоко, пудровый цвет. Поездка на международную выставку дала Фатиме возможность не только представить свою продукцию, но и найти покупателей. Менялись данными пять клиентов совершенно с разных. Казахстан был, Беларусь и Москва, Подмосковье и Киров, по-моему. Мы сейчас обрабатываем все эти данные. То есть, у вас в планах продукция на экспорт в ближнее зарубежье, а есть ли мечта, планы освоить Европу? Почему нет? Почему нет? Мечты всегда должны идти впереди. На тематической международной выставке «Меха и кожа. Мягкое золото России» наши предприниматели были достойно представлены, рассказывает Фатима. Коллективный стенд помог разместить центр «Мой бизнес» Корчаева Черкесии при поддержке регионального министерства экономического развития. Они же и организовали поездку. Свою продукцию на выставке представили предприниматели региона, работающие в сфере текстильной и легкой промышленности. В рамках мероприятия всем производителям представилась возможность получить заказы на год вперед. Заключили контракты на выгодных условиях, так как качество наших товаров высокое. Вы знаете, в соотношении качества-цена, я думаю, наши товары, если не лучше многих фабричных производств, про Китай и другие страны молчу, мы, скажем так, их переплюнули в качестве. Мы делаем более, как вам сказать, доступную версию дорогих головных уборов. То есть, если мамочка не может пойти купить в магазин за 5000 шапку, у нас эта шапка практически того же качества представлена рублей за 200. Для построения успешного бизнеса и расширения клиентской базы одной мечты мало, говорит Фатима. Для этого дела необходима правильная работа с клиентами, помощь единомышленников, обмен опытом и, самое главное, производство качественного товара. В целом, бизнес с друзьями – это очень выгодная история. В итоге получается играть ценой, отчего закупочная стоимость товара будет выгодна всем участникам сделки. В выборе моего направления деятельности и вообще в работе помогают очень советы моих близких друзей, которые уже как бы мастодонты в этом бизнесе. В частности, Медина Тамбиева, моя подруга близкая, она мне очень-очень много дала советов, дельных советов. Мы с ней неоднократно ездили на выставки, мы с ней были в Москве. И вот буквально недавно мы с ней были на выставке «Мягкое золото», международной выставке. В будущем Фатима планирует заняться производством для самых маленьких. Картинки ярче, все интереснее, да, всякие ушки, рожки всякие. Хочется и вот в эту стезю войти. Вы знаете, я очень-очень как бы хотела дорасти до такого уровня, когда я смогла бы создать рабочие места для социально слабого контингента, чтобы у них были комфортные условия труда, получали достойную зарплату. После долгого общения удалось узнать еще об одной мечте предпринимателя. Фатима нехотя, но поделилась с нами об организации благотворительности нуждающимся. Вы знаете, плох тот предприниматель, который не стремится получить прибыль, да, однозначно. Мне важно, как вам сказать, мне важно дать как можно большему количеству людей возможность спокойно, достойно зарабатывать, не искать где-то заработков там в Москве, под Москвой не выезжать, а именно здесь, на нашей родине, в нашем городе найти достойную работу, которая вовремя оплачивается, достойно отношения к себе. То есть мне хочется помогать людям, не просто получать прибыль. Я сторонник того, чтобы делать добро всем. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесии нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч. Западные страны НАТО, они устроили с Украиной полигон и втянули нас в эту войну. Я считаю, что им нужно преподать урок сзади нас, наши семьи и память наших предков. Все мы не хотим постить эту войну в нашу страну, нашим людям. У нас все тут идейные. У нас не идейных здесь нет. Кто новенький приходит, мы их тренируем, они быстро схватывают. Служи по контракту.